Из 200 призывников, рассмотренных на комиссиях в Сарове в рамках осенней кампании, лишь 15 признали годными к военной службе. Совсем скоро они пополнят ряды вооруженных сил нашей страны. До конца призывной кампании рассмотрят еще порядка 300 человек. Всего наденут военную форму и в стану строя около 40 саровчан от 18 до 26 лет. Сложность этого призыва у нас заключается в том, что количество у нас есть, а качества у нас нет. Почему? Потому что у нас очень много ребятишек, порядка 7 человек отобраны в научные роты. Два человека у нас идут служить в спортивную роту. Сначала осенней призывной кампании прошло почти полтора месяца. За это время в военном комиссариате нашего города состоялось 5 комиссий. По словам военкома, уклонистов становится все меньше. Они приходят, говорят, давайте. Почему? Потому что если он переходит за 27 лет, ему выдаются справка, не служил незаконно в основаниях. И все. А это определенное ограничение выезда за границу в течение 5 лет, потом все муниципальные должности и прочее, прочее, прочее. Вячеслав Выломов готов к военной службе. Суровые армейские будни его не пугают. С 8 лет он занимается рукопашным боем и научился соблюдать режим. Я, Выломов Вячеслав Александрович, на комиссию прибыл. Пока у Вячеслава Выломова, как, впрочем, и у других ребят, ждущих своей очереди за дверью, нет армейской выправки. Скоро он устранит этот недостаток. Юноша мечтает стать военнослужащим. За год срочной службы он намерен изучить необходимые воинские дисциплины и поступить в военный вуз. Чувствую, что мое. Хочется непосредственно отслужить. Ну да, построить свою военную карьеру. Члены призывной комиссии рассматривают личные дела кандидатов и принимают решения о степени годности человека к военной службе или смещении сроков призыва. Совсем мало тех, кому отказали в призыве на военную службу по состоянию здоровья. Физическое состояние наших ребят, тех, которых мы признам в армии, хорошее. И есть, что положительнее хочу сказать, есть желание у ребят это служить. Сами приходят и говорят, мы хотим там-то, там-то служить. Большинство ребят воспользовалось правом осрочки от призыва в армию в связи с получением высшего или среднепрофессионального образования.